Это программа «День с толком» в студии Татьяна Голубева. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Под домашний арест не отпустили. Антона Шламенцева сегодня оставили под стражей. Четвероногих на улицах может стать еще больше, как еще пострадают животные и их хозяева от подорожания цен на корма. Приоритеты для страны сохранения семьи и традиционных ценностей в Алтайском крае торжественно открыли год семьи. Вернуться домой не получилось. Краевой суд оставил под стражей арестованного вице-мэра Барнаула Антона Шламенцева. Напомним, ранее индустриальный районный суд заключил подозреваемого в особо крупном взяточничестве под стражу вплоть до 9 марта. Адвокат чиновника пытался обжаловать решение и добиться для подсудимого домашнего ареста и подписки о невыезде, но сделать это не удалось. Решение Краевого суда Антон Шламенцев услышал сегодня. Обвиняемый принимал участие в заседании по видеосвязи и следственного изолятора. Апелляционный суд апелляционной инстанции постановил постановление индустриального районного суда города Барнаула Алтайского края 12 января 2024 года в отношении Шламенцева Антона Андреевича оставить без изменения апелляционную жалобу адвоката Сербутова без удовлетворения. Апелляционное постановление можно обжаловать, подав ходатайство в суд касационной инстанции, отметили на судебном заседании. А мы в свою очередь напомним, пожалуй, о самом громком задержании этого года. По данным следствия, Шламенцев, будучи председателем Комитета по дорожному хозяйству, через посредника получил взятку. Два миллиона рублей от предпринимателя, который занимается пассажирскими перевозками. За эти деньги чиновник должен был оказывать покровительство предприятиям бизнесмена и обеспечивать возможность перевозить пассажиров по выбранным маршрутам. Пересмотр резонансного дела по делу Константина Подуна, которого обвиняют в убийстве бывшей супруги, возможно, пройдет быстрее. Так предполагает обвинение. На этой неделе прошло очередное судебное заседание, где допрашивали Константина. По словам адвоката стороны обвинения, он держался абсолютно спокойно. Если на прошлом заседании нашему коллеге показалось, что мужчина выглядит потерянным, сегодня адвокат описал о его так, цитата. Он прекрасно понимает, где он находится и что происходит. Во время заседания Константин дал те же показания, что и во время первого рассмотрения дела. На следующем будет стадия дополнений. После начнутся прения сторон. Наливайки в жилых домах запретили на федеральном уровне. Точнее, Госдума приняла закон, позволяющий регионам самостоятельно принимать решения о продаже в розницу алкоголя в точках, расположенных в многоэтажках. Теперь субъекты федерации смогут вводить свои ограничения к наливайкам. К примеру, сокращать время их деятельности или площадь торговой точки в жилых домах. Расширение полномочий регионов позволит вернуться к этому вопросу в Алтайском крае. Его будет рассматривать специальная рабочая группа, сообщил сегодня бизнес-омбудсмен, край Андрей Осипов. Может быть при этом, что действительно в жилых домах и на прилежащих территориях просто после вот этой ситуации количество наливайок уменьшится. Но нам нужно дать возможность им перейти реально обратно в магазины. То есть здесь как раз тема возникает для розничной торговли восстановление предельного времени 23 часа. Вопрос о продлении времени продажи алкоголя в обычных магазинах с 21 часа до 23 парламентарии края хотели рассмотреть еще в январе. Но решили отложить его до того момента, как федерация упорядочит полномочия регионов в сфере контроля за работой наливаек. Добавим, бизнес-омбудсмен нашего региона считает, что продлив время продажи алкоголя в обычных магазинах, край сможет получить дополнительные деньги в бюджет. Так Андрей Осипов привел в пример Краснодарский край, где продление времени продажи спиртного принесло региону за один только прошлый год больше 3 миллиардов рублей. 318 иностранцев будут работать в этом году на промышленных предприятиях Алтайского края. Такой лимит определили для привлечения иностранной рабочей силы. Большая часть из них сразу 200 человек – сотрудники Меланджево комбината из Индии. Условно говорим, швеи подразумевают, но это все 200 – это мужчины, индейцы – мужчины. У них гораздо выше производительность труда, вот это профессионалы своего дела. И поэтому они очень сегодня вносят хорошую такую лепту в выполнение государственного заказа ВТК-техстилей. Словами Щерякова, предприятия делают заявку в органы власти, где утверждается количество иностранцев, которое будет трудоустроено на алтайские заводы. Кроме представителей промсектора, заявку на дополнительную рабочую силу активно делают застройщики. Добавим, что к такому шагу компания подталкивает кадровый дефицит, который сложился в сферах. Так региональной промышленности не хватает больше 7 тысяч сотрудников. Продолжим. Мать-героиня, родительская слава и за любовь и верность. 40 семей, удостоенных этих государственных наград, собрались сегодня в одном зале. На торжественном открытии Года семьи их поздравил губернатор Края Виктор Томенко. На церемонии побывала и наша съемочная группа. Гордей, Богдан, Злата, Агата, Александр. Дарья, мы из Бийска. Глава семейства Меркульевых Александр называет ювелирное создание своих детей чудом природы. Когда появились девочки, врач сразу сказала, что однояйцевые двое не бывают до трех раз подряд. И когда была вторая беременность, то есть никто не ожидал, что их два, а по факту получилось действительно опять два. Александр и Дарья поженились через два месяца после знакомства и вместе уже 14 лет. А барнаульская семья Онеговых-Верещинских в браке уже 17 лет. Детей у нас пятеро, мы многодетная семья. У нас четыре дочери и сынок. Точка красивая поставлена в нашем деторождении. На вопрос, в чем секрет долгого и счастливого брака, отвечают уверенно. А вот дети. Вот счастье. Наверное, все-таки в умении идти на компромиссы. Компромисс, добрые отношения, понимание, взаимопонимание. Слушать нужно друг друга. Самое главное слушать. Слушать и слышать. Эти семьи и еще 38 других собрались на торжественном открытии года семьи. Например, Китаевы, родители 15 детей, единственная семья в Алтайском крае, удостоенная награды, мать-героиня. После награды, естественно, президентский миллион. Пришел на карту. Быстро ушел он. Естественно. О мерах господдержки многодетных семей в России говорят везде и всюду. Ведь в приоритете для страны сохранение семьи и традиционных ценностей. Сегодня система внимания со стороны государства, поддержки, заботы по линии социальной защиты, вообще по линии демографии и социальной политики очень мощная, очень комплексная. Но откликаясь на вызовы времени, мы, конечно, еще подумаем и обязательно примем дополнительные решения. И на уровне всей страны, и на уровне Алтайского края. Семьям с детьми предоставляют около 30 видов пособий. Ежегодно поддержку получают порядка 270 тысяч семей. Низкий вам поклон за ваш труд, за вашу ответственность, за вашу любовь, за то, что вы вкладываете в детей так много, то, что будет потом на протяжении всей жизни сопутствовать им и их детям. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. Повышать демографию и рожать по 6-8 детей. Призыв государственного уровня для каждого россиянина. Как к этому относятся жители Барнаула и готовы ли так серьезно улучшать демографическую ситуацию, узнавала наша съемочная группа. Я считаю, что нужно рожать, если очень сильно хочется, и если вы уверены, что вы сможете детей прокормить и поддержать. А сами сколько планируете? Ну, если вообще планирую, то, ну, один-два. Чтобы любимые были и нужны. Плохо отношусь к этому. Каждый должен рожать столько, сколько ему нужно. Для этого нужно деньги. Много денег для 6 детей, нужно много денег, для 8 еще больше. Нам одного достаточно. Нужно заплатить за школу, за садик, там еще их нужно накормить, а дети купить всякие нужды, которые им хочется. Не уделить всем внимания, воспитать должным образом. Вопрос остается, да. В интернат отдавать не хочется, наверное, детей. Да, в целом нормально. Если кто-то может, хочет, но почему нет? А вы сами хотите столько детей? В целом, да. Ну, тут вопрос, вывезу или нет. Жизнь тяжелая, цены такие, и как бы не вся молодежь работает, хотя у нас государство как бы заботится о детях. Ну, 3-4 это нормально, ну, 6-8, нет, вы что? По образованию им дать, одеть, обуть, всех накормить, ну, тоже сложно. А при наших зарплатах как-то не дашь особо. Такой парадокс, чем хуже живут люди, тем больше они рожают. Я, допустим, одна воспитываю ребенка, потому что у меня муж умер. Мне вот одно и сложно. Если были бы условия созданы для семьи, то да. Если нет, то смысл. Рожать детей для того, чтобы они мучились? Зачем? В Барнауле на мемориале славы сегодня состоялась торжественная церемония возложения цветов в памяти погибших в Сталинградской битве. В ней приняли участие власти города и края, ветераны, волонтеры патриотических организаций. Букеты алых гвоздик легли перед вечным огнем. 2 февраля – день воинской славы России. В этот день советские войска разгромили немецко-фашистки в Сталинградской битве. Бои под осажденным городом продолжались 200 дней и ночей. Победа – переломный момент в истории Великой Отечественной войны. И для Алтайского края – это особенно значимая дата. В финальной битве сражалось 40 тысяч наших бойцов, две кавалерийские дивизии. Только один ветеран того сражения остался в Барнауле – Евдокия Петровна Силина. Она получила медаль за оборону Сталинграда. Для нашего города – последняя свидетельница тех страшных событий. Память на веки уснувших героев почтили сегодня и у памятного камня на бульваре защитников Сталинграда. Последствия ноябрьского урагана 23-го года все еще не устранили в Павловском районе. С крыши одного из домов поселка Новой Зори унесло шифер. Теперь там зияет огромная дыра, а жители вынуждены почти ежедневно бороться с осадками, которые беспрепятственно проникают в квартиру. А между тем здесь живут в основном пенсионеры, которым не по карману починить крышу за свой счет. Наши корреспонденты выехали сегодня в Новой Зори. Подписи собирала со всего подъезда, некому было собрать. Это последствия ноябрьского урагана. Ураганный ветер снес шифер и теперь на его месте пустота. Ноябрьский дождь, а уже несколько месяцев и снег. Все залетает в квартиры. Вот тазики так и не убрала, она вылила и поставила. Вот все, а сначала и почти вон, куда все. Тут тоже и тазики, и все на свете стоит. Здесь бежит, уже эти промокают. А, ну пошла, пошла видно. Хозяйка квартиры спасается от потопа как может. В свои 70 после трех инсультов и трех инфарктов ей совсем непросто собирать воду и выливать тазики с водой. Социальный работник помогает. Правда, приходит он два раза в неделю. Местные власти не спешат помочь решить проблему. Хотя, по словам хозяйки и соседей, к ним неоднократно обращались. Там социальная защита сказала в Павловске, все закупите, шифер, бригаду наймите, значит кран наймите и принесите нам чеки, мы вам проценты заплатим. Ну я куда пойду, я на улицу не выхожу. Я не выхожу на улицу. То гололед, то я по снегу не могу, то по грязи не могу. Уже несколько раз падало. За решение проблемы пенсионерки взялась ее сестра из Барнаула, которая узнала о случившемся лишь пять дней назад. Оказывается, помимо проблемы с крышей, жительница поселка Новая Зори своевременно не получала инсулин. Сестра вынуждена была обратиться в соцсети и прокуратуру Павловского района. Инсулин женщине оперативно выделили. На рассмотрение заявления в прокуратуре обычно дается 30 дней. Но в ситуации с крышей вопрос нужно решать гораздо быстрее. Не исключены оттепели. Обе женщины ждут решения, а пока без стазиков не обойтись. Мы продолжим следить за развитием ситуации. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. Бездомных животных может стать больше, прогнозируют ветеринары. Они связывают это с грядущим удорожанием кормов для собак и кошек. Насколько новый пресс-курант «Сент на корма» ударит по карману владельцев? И можно ли сделать рацион домашних животных более бюджетным? Узнавала Валентина Аскерова. Естественно, мы любим клянчить всякие вкусняхи со стола. Это фрукты, овощи, бананы, яблоки, айва. Помимо фруктов и овощей, четырехлетний йоркширский терьер Тихон предпочитает пищу и посытнее. Из домашней еды творог, из покупной паштет и сухой корм. Тише миниатюрный, много не съедает. Тем не менее, вкладываться в обогащенный витаминами рацион владелице Ольге приходится. Я даю в размере 500 рублей за 400 грамм сухого корма. Больше, чем на месяц, месяца два нам хватает этой пачки. То есть он у нас не обжорка, и поэтому нам достаточно этого. Плюс паштет, то есть обязательно он ест паштет по вечерам. Баночка паштета стоит около 200 рублей со скидкой сейчас. Думать о скидках владельцам домашних животных придется чаще. Уже в феврале грядет удорожание сухих и влажных кормов. Рост составит до 12%. Цены устремились вверх из-за подорожания сырья и ингредиентов – куриных, мясных и рыбных. Повышение всегда в минус для бюджета любой семьи. Для нас это не будет критично по той простой причине, что едим мы все равно не так много. Я думаю, что более критично это будет для владельцев средних и крупных пород собак, потому что там другие объемы потребляемой пищи. Некоторые владельцы четвероногих явно начнут экономить и откажутся от специализированных питательных кормов. Делать это, конечно, не рекомендуется, но если все же придется затянуть пояса, то менять рацион питомца нужно постепенно, чтобы избежать последствий для здоровья. Мы постепенно приучаем желудочно-кишечный тракт перейти на другой корм. А здесь мы вот так вот раз сразу, вот было-было и не стало. Это могут быть поносы, это может быть срыв вообще всей пищеварительной системы, это в том числе проблемы с печенью могут быть, проблемы будут однозначно. Поэтому точно так же переход должен осуществляться постепенно с добавлением всех минеральных веществ. А еще высокий ценник на корма опасаются ветеринары. Может привести к тому, что бездомных животных станет больше. Хотелось бы, чтобы, несмотря на подорожание, животные не оказались просто на улице. Вот поэтому здесь уже из двух слов нужно выбирать меньше и говорить так, ребят, ну давайте тогда уже вы хоть кормите со стола, ну пусть они хотя бы что-то едят у вас, они окажутся просто на улице. А что касается Ольги Якубовской, то она ни за что не откажется от своего любимца. И менять ему рацион за удорожание кормов тоже не собирается. Говорит, лучше откажет во вкусняшках себе, чем своему четвероногому члену семьи. Валентина Аскерова, Алексей Фризин, Дмитрий Денисов. День с толком. В театре «Кукол» готовят новый спектакль «Папа ищет работу» по книге Вали Филипенко. Билеты уже практически раскупили, но в театре планируют добавить в расписание еще один день для показа. Это история о том, как не дать погибнуть мечте и сыграть мелодию своей жизни. Постановка в жанре «Домашний концерт» в одном действии особенно заинтересует взрослых, ведь им иногда необходим детский взгляд на серьезные вещи. Подробнее в сюжете. Ларик, махером, облако. Я буду стричь облака. Да, я буду стричь облака. Ну, почему бы и нет. И вот здесь он садится, я буду, и все в каком-то размышлении. После победы спектакля в творческой лаборатории режиссер работает над его воплощением в жизнь. Репетиции идут уже около 10 дней. Этих персонажей зрители увидят впервые. Куклу «Папы» ростом 2,30 сделали всего за день. Теперь актеры погружаются в детали сюжета и ищут образ. Фантазийный сюжет. То есть «Папа» теряет работу. И когда он садится, принимается за поиск работы, он встречает совершенно сказочные, невообразимые профессии. Как, например, сочинитель мороженого или водитель для русалки. Для русалки молодой актрисы. И таких профессий масса. В этой семье все друг друга любят и понимают. Девятилетняя Людочка объединяет всех. «Папа, ты похож на странного ученого, а не человека, который ищет работу. Тебе подстричься». «Да ладно. Говоришь, как мама, а? Вся мать, вся мать». Через Люден поступок, через поступок дочери у папы все налаживается. И она просто ему помогает. Она просто отдаёт ему ту любовь, которую он ей дал. К созданию газеты главной декорацией подошли с большой ответственностью. «Мы попросили моих детей нарисовать, потому что это детский рисунок. И хотелось, чтобы было много детского рисунка. А художники, как правило, у них не всегда получается имитировать детский рисунок. Это очень сложно. Другой режиссёрский ход – показать обычные предметы, такими же большими, какими их видит маленький ребёнок. Жанр у постановки тоже особенный. Домашний концерт в одном действии. Гордость режиссёра музыку будут исполнять вживую. Классика, как Бетховен или Чайковский, создаёт настроение, воспитывает вкус и даёт эстетическое наслаждение. Старались подбирать такие композиции, которые ещё подчеркнут какую-то комичность, даже очень глубокой жизненной какой-то ситуации и истории, ну, чтобы её проще было воспринять. Сказку о трудностях поиска призвания более глубоко поймут взрослые. Но дети, как никто другой, понимают, что может сделать их родителей счастливыми. Смотреть спектакль нужно всей семьёй. Премьера 22 февраля. Дарья Ерошина, Дмитрий Денисов. День с толком. Одно из главных соревнований по горнолыжному спорту. Кубок России проходит в Республике Алтай. До 4 февраля в Горном борются за звание лучшего больше полутора сотен спортсменов со всей страны. Сильнейшие спортсмены-горнолыжники России проводят эту неделю в Республике Алтай на территории курорта Манджирок. Там проходит четвёртый и пятый этап Кубка страны по горным лыжам. Спортсмены уже закончили соревнования в такой дисциплине, как гигантский слалом. Их трасса в длину составляла 1100 метров. Сегодня и завтра лучших определяют в дисциплине слалом. Длина этой трассы 573 метра. И это позволяет показать зрителям прохождение спортсменами всего этапа, подчёркивают комментаторы. Рыбаков Дмитрий, 18 лет, представляющий Ленинградскую область. Больше половины спортсменов сегодня, которые будут спортоваться в экватор, так скажем, и проходим. В этом году в соревнованиях принимает участие 19 регионов страны. В соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсмены Российской Федерации. Порядка 150 человек. Там около 90 мужчин и около 70 женщин. Проведение соревнований стали возможными, в том числе благодаря нашим партнерам, спонсорам, ассоциациям Ирбис. И, естественно, большую поддержку оказал фонд Александра Прокопьева. Манжерок принимает соревнования не в первый раз. Местные трассы хорошо подходят для проведения больших состязаний. Кубок проходит под эгидой Государственного комитета России по физической культуре и спорту, Министерства спорта и Всероссийской Федерации горнолыжного спорта. Анастасия Дороган. День с толком. И на сегодня это все новости. Для вас работает телефон редакции 205-545. Звоните и сообщайте об интересных темах и актуальных проблемах через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Ивалар». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова